Сделано в Челябинске. Южноуральская фабрика готова вытеснить с рынка китайскую и турецкую продукцию. Речь идет о том, о так называемых сабах, которые носят медики. Предприятие планирует поставлять свою продукцию в больницы. Для этого осталось выиграть тендер. Где уже носят сапоги и туфли, мэнд ин Челябинск, расскажет Дарья Шведова. Надежда Попова аккуратно прошивает строчки на швейной машинке. Уже более 20 лет она делает для мужчин удобную обувь. Работа нравится. В цеху тепло, дружелюбный, преимущественно женский коллектив. Да и получить травму на производстве довольно сложно. Это, по мнению мастера, тоже плюс. Вот у нас специальный приборчик, чтобы если иголка сломается, она предотвращает глаза, чтобы не попадала. Очки нам выдают. Эта фабрика входит в первую тройку крупнейших производителей обуви в России. Сегодня на производстве столичные гости. Делегация из Министерства промышленности и торговли России. Руководитель фабрики лично вводит их по цехам. Вот этот чисто юничелл. Значит, вы можете эту подошву, значит, вот здесь вот написано. Это по словам брокер, и там написано юничелл внизу. Вот оно, импортозамещение в действии, рассказывает директор фабрики Владимир Денисенко. И доказывает это на личном примере. Далее показывает гостям новый цех. Здесь опробовали современный метод изготовления обуви, прямое литье. Чтобы прикрепить подошву, рабочие не используют и волки, нитки и клей. Ноу-хау для России. А в мире такая практика используется давно. В основном здесь делают сабо. Такую обувь обычно носит медперсонал. Владимир Денисенко планирует участвовать в медицинских тендерах, чтобы поставлять свою продукцию во все больницы страны. Это позволит вытеснить с рынка иностранные изделия. У нас появляется шанс по недорогой цене. Сегодня это прямое импортозамещение. Сегодня это делается в Тирасполе, или в Китае, или в Турции делалось. Вот эти сабо для медицины. Мы сегодня предложим, в том числе и промышленности медицинской. Новую продукцию оценил заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов. Отметил, сейчас легкая промышленность переживает непростые времена. Есть две причины. Снижение спроса. Из-за кризиса люди неохотно покупают, к примеру, одежду и обувь, и кредиты. Зачастую бизнесменам трудно получить крупный займ. Очень высокий коэффициент резервирования у банков, когда они кредитуют предприятия легкой промышленности, потому что отрасль считается рисковой. И не принимается в залог товароматериальные ценности. Поэтому доступ к кредитам – это одна из основных наших задач. И поэтому мы сегодня работаем над тем, чтобы, во-первых, отрасль появился свой уполномоченный банк. Банк будет кредитовать отрасль на льготных условиях. Еще один вариант – вывести легкую промышленность в передовики. Создать кластер, который объединит на одной площадке предпринимателей, ученых и высоко квалифицированные кадры. Подобного в России именно в этой отрасли пока нет. Челябинская область может стать локомотивом, уверен вице-губернатор Руслан Гатаров. Основа его будет как раз создана на площадке нашего индустриального парка «Малая Сознобка». И замминистра, который прибыл уже на завод, я думаю, что тоже подключится Минпромтор. Это их полномочия, и совместно мы сможем это сделать. Только на этом предприятии трудится свыше тысячи человек. Производят обувь для малышей, школьников и родителей. Причем делают изделия только из натуральной кожи. На предприятии есть своя лаборатория. В ней проверяют материалы на соответствие ГОСТа. Из-под этих станков ежегодно выходит более трех миллионов пар обуви. Ее поставляют в Башкирию, Татарстан, Москву, соседний Екатеринбург, Омск и Казахстан. После на совещании обсуждают приоритеты развития легкой промышленности в Челябинской области. Наш регион производит и поставляет другие области, России, костюмы и школьную форму, а также текстиль, женскую, мужскую и детскую обувь. Ее ассортимент планируют расширить. Дарья Шведова, Евгений Чекалов, ОТВ.